Проголосовали сами и отправились с инспекции на участки. Объезд комиссии провели депутаты Александр Смирнов, Андрей Косыгин и Анфиса Резцова. Одним из первых они посетили лицей номер 7, где расположено сразу три избирательных участка. Мне хочется, чтобы выборы прошли, как и планировали все партии, прозрачно, организованно и с хорошим результатом. Мы были уже в Долгопрудном, мы сейчас активно работаем, объезжаем в Химке. Я могу сказать, что впечатление общее, организованно хорошо и в Долгопрудном, и в Химках. Люди идут с настроением, жалоб особых никаких мы не услышали. Мы выбираем сегодня тех, кто будет нашим представителем во власти в ближайшие пять лет. Поэтому мне кажется, что если для людей не все равно, кто будет представлять их интересы, кто будет защищать их интересы, то нужно сегодня взять и прийти на выборы. Затем, чтобы выборы проходили в полном соответствии с законом, на каждом участке пристально следят наблюдатели. Я считаю, что выборы проходят достаточно спокойно и активность высокая на сиденье. На этих выборах оборудованы кабинки для инвалидов-колясочников. Это очень важно и это очень нужно обществу, чтобы люди видели, что люди с ограниченными возможностями, инвалиды-колясочники и с любым другим заболеванием могут активно участвовать в политической жизни своей страны. Хорошую подготовку к единому дню голосования подтвердила и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, которая сегодня посетила наш округ. Активность химчан высокая, оборудованы участки качественно, очень хорошо, есть информационный материал полностью, есть возможность для того, чтобы наблюдатели видели, как расположены урны и урны, слава тебе господи, прозрачные. Мы за это боролись очень долгие годы.